Буквально пару недель назад я выпустил ролик, в котором рассказал про баги в CSGO, которые еще не пофиксили. И именно в том ролике я попросил вас писать в комментариях, какие баги еще есть, которые я не сказал в том ролике. И ребята, вы написали их очень много, и также вы отправляли мне их вконтакте. И кстати, ребят, не забывайте, что добавляю всех в друзья. Ссылка, кстати, есть в описании. Ну и вы можете продолжать мне отправлять баги, или же писать их в комментариях под этим роликом. Ну а меня зовут Алекс, и если вы тоже хотите, чтобы в CSGO пофиксили все баги и читы, тогда обязательно ставьте лайк. Посмотрим, сколько таких людей. Ну и обязательно подписывайтесь, ведь все самые лучшие кейсеры, но это уже сделали, и ждем реально только одного тебя. Давай, парень, дерзай. Хочешь пополнить свой инвентарь дорогими скинами, но не знаешь, где их найти? Конечно же, на Force Drop. Только у нас ты найдешь мощный дроп. Скидки на кейсы, промо-коды, а также авторские кейсы от топовых ютуберов. Force Drop. Бери от жизни лучшее. Итак, начнем с реально глобального бага, который случился у моего коллеги по ютубу у Фабирны. А именно, баг был связан с мажором. Многие из вас знают, что именно в этом году вам сделали новую фишку по выпадению этих новых сувенирных наборов. То есть, вы должны выполнить реально много пунктов, и вам дают просто-напросто эти сувенирные наборы. Но если вы сделаете все прогнозы правильно, и выполните все эти пункты, вам дадут бриллиантовую медаль в CSGO. У Фабирны сделал все эти пункты, угадал реально все матчи, но ему не дали этот бриллиантовый значок. А именно, потому что они не засчитали два пункта. Посмотрите один матч полуфинала в прямом эфире, и посмотрите гранд-финал в прямом эфире. Хотя он это сделал. И баг заключался в том, что аккаунты, которые были привязаны к твичу, просто-напросто не сработали. То есть, да, все ребята, которые смотрели матчи на твиче, а не в самой CSGO, не получили эти дополнительные пункты. Произошел просто-напросто баг. И компания Valve, как всегда, не доделала свое новое обновление. Но позже он, конечно, написал Симу, и ему решили эту проблему. Ну а если бы он просто-напросто забил бы, то его просто бы обманули. Реально, абсолютно глупейший баг в CSGO. Ну а Егору реально спасибо за то, что он рассказал, что и как нужно делать. А теперь идут баги в CSGO от подписчиков. Это, наверное, тоже самое интересное. И начнем с первого бага. А именно, мой подписчик просто-напросто не мог купить Эмку. Ее не было в этом слоте. Причем убрать ее оттуда специально никак нельзя. Вот, я приложу сейчас несколько скринов. Это реально какой-то очень странный и безумный баг. Если такой баг случится реально в каком-то важном раунде, это безумно глупо. И мы переходим уже ко второму. Следующий баг мне прислал мой подписчик Дмитрий. Спасибо тебе большое. И он тоже безумно странный. Парень играл в обычную ДМку на карте The Inferno. Ну и когда же он прыгал, он просто-напросто проваливался в пол. Хотя пинг у него был реально нормальный. То есть это можно даже увидеть на видео. Все эти баги реально сейчас работают в CSGO. И я реально очень искренне надеюсь, что компания Valve будет это все фиксить. Следующий баг будет от моего подписчика Андрея. И нашел он его в Danger Zone. То есть да, те кто не знают, это новый режим, который добавили. И там реально очень много багов. Я думаю вы видели мой ролик там, где можно было проходить через текстуру. И просто-напросто выигрывать каждую катку. Но кстати, ребят, за багаю смогут дать вагбан. Будьте реально осторожны. И никогда не используйте эти баги. Ну и в чем уже заключается баг? А именно с планшетом. Как мы видим, мой подписчик досрал планшет. И он ничего не показывает. Не, ну понятно, что там есть какие-то выделенные сектора, там где находятся игроки. Но все остальное просто-напросто белое и не прогружается дальше. Ну и так было всю игру. И на самом деле я даже не понимаю, как это происходит. Если у вас есть какие-то предположения, вы можете написать и в комментариях, я все прочитаю. Ну а мы переходим уже к следующему багу, чтобы тут не задерживаться долго. Итак, Никита мне отправил сразу два бага. Первый связан с текстурами. И как в них проваливаются предметы. Я про это уже рассказывал в своем прошлом ролике. Но именно эту позицию я не показывал. И она довольно-таки странно выглядит. Просто АВП торчит из стены. Это странно. Ну и ребята, вы помните, я немножко ранее рассказывал про такой баг, когда у парня не отображалась М-ка. Такой же самый баг, прям один в один, произошел у моего еще одного подписчика. Только теперь у него не отображается П-90. Как это происходит? Этот баг реально очень часто встречается в CSGO сейчас. Его еще не пофиксили. Так как именно этот баг мне чаще всего отправляют в личное сообщение ВКонтакте. И как же у моего подписчика получилось сделать этот баг? Все просто. На П-90 был скин. После того, как он продал этот скин, он не заменился на стандартный. И для него просто не было иконки в меню закупки. Реально полный бред. Ну и последний баг будет от меня. Как просто-напросто летать на карте Декэш. Это очень-очень давний баг. Про него все уже давно забыли. Я уверен, что сейчас 99% из вас его не знают. И для него вам понадобится только ваш друг. И все. Просите вашего друга вас подсадить. Просто прыгаете, нажимаете пробел и кнопочку назад. И вы просто зависаете в воздухе. Сейчас я все подробно расскажу. Ну и что, друзья. Теперь баг от меня. Баг на полет. На карте Декэша я его знаю. Возможно, есть на каких-то еще картах. И находится он примерно здесь. Да. Ставим здесь вашего друга. В моем случае это бот. Ну и после того, как вы сделаете подсадку. Просто нужно сжимать кнопочку назад. И пробел. И в скором времени вы залагаете и будете летать в текстуре. Сейчас покажу, как я это сделаю сейчас. Вот, ребят. Я летаю. Оп, я упал. Если научиться, то можно реально с первого раза. Вот. У меня снова получилось. То есть, да, вы можете и стрелять. Вот. Смотрите. Я убил своего как будто бы тиммейта. И я просто-напросто летал. Это очень странный баг на самом деле. И он сейчас работает в CSGO. И как я знаю, на карте Декэша уже очень давно. Более двух или трех лет. Просто летаете в этой точке. И это будет реально нежданно. Когда ваши противники будут рашить. А вы просто летаете и их убиваете. Ну и, ребята. Если вы также хотите, чтобы все баги в CSGO пофиксили. Чтобы не было читеров. Тогда обязательно ставьте лайк. Ну и подписывайтесь. Ведь самые лучшие CSеры давно это уже сделали. И мы вместе идем до миллиона подписчиков. Ну а слева ты можешь посмотреть реально интересное видео. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи. И до скорых встреч.